Такие песни типа «Забери» и так далее, он согласен с тем, что он совершенно другой человек, чем тот, который когда-то эту песню написал. Он говорит, я их исполняю все равно, но по-другому, потому как я их вижу сейчас. Ну да, конечно, так и происходит, да. То есть ты оставляешь с собой свое творчество старое? Ну, это как такой взгляд в прошлое, да. Мы исполняем песни с 2005 года, которые написаны, и они уже превратились во что-то другое, и как бы другая подача, и все другое. А слушатели хотят ту самую версию? Ну, конечно, хотят, да, всегда. Они сегодня хотят то, что было вчера, завтра хотят то, что было сегодня, это слушатели. А есть то, что вы уже точно не будете исполнять заново? Да нет, наверное, нет таких песен, за которые мне стыдно. И нет таких денег, которые могут предложить, а я спою. А есть, ну, говорят, что иногда интерес потом уже в такой степени доходит, что уже нужно за него деньги получать. Такое есть или есть то, что нравится, и вот просто без денег готов все еще делать? Ну, какие? Вы знаете, а так не получается. Не приходилось мне так делать что-то, ну, и думать об этом, там, типа, получу я деньги или не получу деньги. Мы просто делаем. Так, ну, не знаю, как так, видимо, нам везет просто. То есть мы делаем то, что нравится, и получаем за это деньги. Алена дальше спрашивает. И совет музыкантам, пожалуйста, как не превратить любое дело в обыденность? Ну, вот, видимо, как не уйти вот только в бизнес, а чтобы все еще глаза горели? Ну, наверное, надо расставаться. С кем? С музыкантами. Ну, то есть есть же какие-то ступени. То есть вы поиграли, если вы надоели друг другу и понимаете, что, ну, все, надоели совсем уже, то расставайтесь. То есть вы с предыдущими проектами? Оставайтесь одни, это самое лучшее. А, нужно начинать сольную карьеру. Не, ну, нужно начинать все сначала. Да, всегда. А может быть такое, что группа эволюционирует вся вместе? Да, ну, это, наверное, как-то больше на таком, более такое духовное общение между участниками. И они должны быть очень терпеливыми и понимающими, и должны как бы любить друг друга, там, сердцем. То, что называется любовь, а не просто там какая-то мы там сколотили шайку и, в общем, тут заработали бабла. Ну, у вас сейчас в Асай Мьюзик Бэнд любовь. Я в студии, нет, да? У нас нет звука? Есть звук. В общем, напротив меня сидят два человека, Паш, особенно которого, знаете, и главное, к нам в гости сегодня пришел российский хип-хоп-исполнитель и лидер группы Асай Мьюзик Бэнд. Лидер Асай Мьюзик Бэнд. Лидер. Не лидер, а как назвать, вот как, скажи, Леша, как тогда тебя называть, Алексей? Солист. Да не очень корректно называть нас группой, мы коллектив музыкальный, который, да, ну, коллектив мы называемся, да. И даже не знаю, лидер, меня так никто еще не называл. Вы первые. Ну, все, вы лидер. Я буду лидером, хорошо, я согласен, я буду лидером. Что-то вам бимрадио дало с этого момента. Да, это становление мое. Я напоминаю, что вы можете задать Алексею вопрос, и вопрос может вам принести удачу, билеты на сегодняшний концерт, который состоится где-то в 21.00 в Чайно-Таму-Кафе. С 8 до 9 где-то вот, он очень будет короткий, с 8 до 9 где-то. Мы долго слушали рекламу, слушатели так ждали, и тут нам Леша говорит, когда я слушаю рекламу, что случается обычно? Меня очень грузит. И что делать в этом случае, когда грузит? Ну, а что вы здесь делаете, расскажите всем слушателям своим. Мы делаем потише наушники, но на самом деле обычно не грузят, потому что фоном уже абсолютно. Некоторые песни вообще не слышишь, просто у тебя они громко играют в ушах, а ты не понимаешь, что их слышишь. Ну, вы знаете, что фоном, если вы, например, чем-то занимаетесь, и фоном что-то идет, там телевизор, например, вы воспринимаете всю эту информацию, это еще хуже. А вы смотрите телевизор? А я в корзину сразу сохраняю. Не смотрите телевизор вообще. А новости вы слушаете, Алексей? Ну, у меня есть в коллективе Михаил, и он любит телевизор смотреть. И как только мы приходим в какой-то номер, заселяемся, он включает телевизор, и мне приходится его смотреть. И, ну так, шок такой, шок, шок. Ясно. Лишь бы Михаил не пересказывал содержание всех телепрограмм. А, кстати, да. Опасно? Грешит, грешит. Ну, Александр спрашивает в официальной группе Мирадио ВКонтакте, как вы относитесь к творчеству Васиева, Куленко и Каста, и дружите ли вы с данными исполнителями? Слушайте, ну, наверное, такой, не знаю, какой вопрос. Какой? Объемный, объемный, наверное. Ну, начнем отвечать по порядку. Вася, Куленко. Мне, на самом деле, нравится Каста и то, что они делают, они делают музыку со смыслом, который мне близок, и они делают шоу, да, хорошее. Вася очень талантливый, он делает, ну, очень много музыки выпускает, и большинство из того, что он выпускает, мне нравится. Мне не очень симпатична движуха под названием 228, и все, что связано, в общем, с этим всем, и мне не очень нравится конъюнктура, которая связана именно с... То есть, ты думаешь, это на тупых школьников и гопников вообще без мозга просто рассчитано? Ну, да, типа того, их очень много, этих ребят, в общем, они курят, короче, траву, что-нибудь еще там курят и употребляют, и это очень модно, да, они там друг друга поддерживают на этой теме, там, типа, ну, в общем... То есть, это не духовная близость, скорее всего? Да, слово духовное здесь, как бы, не надо, наверное, употреблять, в общем, в принципе. Алексей, а вы какую музыку сами слушаете? Ну, помимо своей, конечно. Не, свою музыку, наверное, не слушаем, только на студии, да. Это такой миф о том, что... Постоянно. Блин, мне тут, короче, предложили заняться йогой под своей музыкой, это очень ужасно, конечно, это очень ужасно. Типа, как было бы классно, там, заняться йогой под Ассей. Мы слушаем разную музыку, вообще даже не могу сказать, какую. Все, то есть, нравится какой-то новый звук, поиск звука, там, интересные приемы, и даже не знаю. Все-все-все катит. Вот тут спрашивают, был ли ты на похоронах Гуфа? Ну, это ерничество, как бы... Это, опять же, к ребятам, которые... 228? Ну, типа того, да. Такая публика, на самом деле, ее много, но она... Я считаю, что она неблагодарная, и она не ценит даже то, что делает Гуф, и я знаю, сколько у него там проблем с публикой, со странными ребятами, с этими... Ну, то есть, с неадекватными. Их много, и я вообще не представляю какой-то груз. И сколько охраны нужно на концерт? Для ребят, да, для этих. А кто придет сегодня на твой концерт? Казант. Казан, Казан, Цы. И Казаночки. Не, ну, ты конкретно говоришь, вот, что у Гуфа есть такие, ну, слушатели, которых бы ты не хотел себе. Ты же знаешь ту публику, которая посещает твои концерты, и это не первый концерт в Казани. То сегодня, какие лица ожидаешь увидеть? Да, я даже не знаю, не могу дать какую-то характеристику, но в основном у нас ходят такие... Убдые лица. Ну, я не знаю, наверное, их можно назвать меломанами, потому что там, не знаю, судя по Питеру, по Москве, эти люди интересуются там... Какой-то музыкой, там, новой музыкой, которая появляется, там, инструментальной музыкой, группами. Ну, то есть, я считаю, что по большей части они меломаны, нежели рэперы или какие-то люди другие, которые относят себя к какому-то там суперстилю. Есть вопрос от Юнуса Гасанбекова. Если бы вас пригласили выступать в Кремле у товарища ВВ, какую бы песню вы исполнили? Не уточняет Юнус, свою или нет, но просто какую бы песню у товарища ВВ в Кремле вы бы, Алексей, исполнили? Ну, конечно же, композицию «Столько жизней» я посвятил бы Владимиру Путину. Мой президент, обнимите свою вдову, если я правильно цитирую строчку из этой песни. Хотел спросить у вас, очень трудно, как правило, с вашим видеорайдером, зачастую вы выезжаете в регионы просто, ну, то есть, без того видеосопровождения, которое сопутствует вам в Москве, в Питере. И знаю, что вот раньше вы ездили с большой видеостеной, там такие экраны огромные. Вот сейчас поменялась музыка, поменялись люди, окружающие вас и играющие вместе с вами. А что по поводу видеоряда изменился ли вам? Будет ли вообще что-то интересное особенно? В общем, вообще слово поменялось, не нравится слушателям, не употребляйте его никогда, у нас все преобразилось. Мы каждый раз что-то придумываем новое, какой-то есть концерт, на котором, ну, скорее всего, я являюсь инициатором этого. Я говорю, что, блин, все надоело, давайте что-нибудь новое придумаем. Я уже говорю, лидер. И, так, подождите, меня зовут Асай, группа называется Асай, кто я? Однофамильцы. Кем я еще могу быть? Ну, у нас по-разному. У вас, мне кажется, в Казани будут сосули. У нас есть сосули светящиеся. О, прикольно. Сосули? Да, сосули. И еще у нас есть планеты, которые висят. Сосули. Вот у нас сейчас две штуки, сосули и планеты. Сегодня будут сосули? Да, мы из Питера, поэтому у нас сосули. Понятно. В общем, если вы хотите... У нас поребрики, кстати, тоже. Сосули увидите, да. Ну, вообще, понять, что такое сосули, приходите на группу Асай, которая состоится, коллектива Асай, я поняла, как нужно говорить, которая состоится в Чайна Танка. Фейс, в 21.00 начало, я так понимаю, билеты... Ну, лучше к восьми приходить. Тут так, кто... Билетов все равно почти нет. Тут такой забавный детский вопрос. Какой мультик, видимо, нравится или нравился? И если бы можно было озвучить мультяшного героя, какого? Сейчас не знаю, сколько... Зажевывая конфетку, как раз Алексей говорит нам. Это можно увидеть на bimro.ru? Я даже не знаю. Кот Леопольд, ну и тому подобное. Всякие такие добрые мультики советские. А сейчас озвучить. Они такие все... Они такие интенсивные, все эти мультфильмы, построенные на какой-то психоделике, там все кричат, там... Какие-нибудь, хоть Леопольд? Нет, ну вот я имею в виду по поводу озвучки сейчас, поэтому я даже не знаю. Прикольный мультик, по-моему, 9 он назывался, Бигмамбетов его сделал. Ну, прикольно. Что-нибудь типа того я бы озвучил. Он, кстати, не мой, по-моему. Я помню. Не-не-не. Как была написана песня «Скажи, как мне жить?» спрашиваю дальше. И является ли она автобиографичной? «Скажи, как мне жить?» Я очень долго писал эту песню. Я страдал и плакал. То есть автобиографична, да? Конечно, да. Но поподробнее. Ну, давайте расскажем, что это не моя песня. Давайте, да. И почему... Ну, вот эта песня очень популярна. И где все эти люди, у которых на страничке ВКонтакте она супер первая. Умбокс и Асайи, скажи, как мне жить. Да. Где, где я хочу знать, где все эти люди, и почему они не приходят на наши концерты, и почему не просят ее исполнить. Да вы ее не исполняете на своем концерте, да? Ну, кстати... Это не моя песня, я ее петь не буду. Не, у нас была мысль, надо что-нибудь придумать. А, это какая-то история? Почему вообще так произошло? Вы не знаете? Вы с этим никак не связаны? Нет, мы не имеем к этому отношения никакого. Я могу вкратце прокомментировать. Да, конечно. Сегодня мы с Алексеем на эту тему общались. Дело в том, что есть группа людей, которые занимаются продвижением неизвестных коллективов, и, судя по всему, не чрезвычайно талантливых, судя по композиции. Да ладно, нормальные пацаны. Если все поверили, что это я. А, ну так, тогда ладно. Даже как мне жить. Давайте поставим эту песню, будет круто. Да, давайте поставим. Вообще без проблем. Поставим эту песню сразу после прогноза погоды на Бимрадио. Кстати, погоду, когда приходит... Кстати, недослушал. Когда прогноз погоды попадает на интервью, я обычно прошу наших спост прокомментировать погоду. Как вы думаете, Алексей, какой завтра будет погода? Итак, прогноз погоды на Бимрадио от Алексея Асай. Так, можно говорить уже, да? Да, можно не смотреть свой телефон. Завтра будет суперсолнечно, позитивно и где-то, наверное, пару градусов тепла. Пару. Угадал? Наверное. Ну что, собственно, еще сказать, там осадки не ожидаются. Атмосферное давление в норме. Столбик ртути поднимется до... Что там в общем? До небес. До небес, да. И все будет супер. На самом деле, все правильно. С утра дождь со снегом, днем будет прохладнее, небольшой снег. Плюс один, плюс пять с утра, а днем вот холоднее же. Говорим, минус один, плюс один. Как только у вас какая-то пауза, Алексей залазит в свой телефон. Залажу. Кстати говоря, что вы там, кому пишете? Леша? Да, я там делишками всякими занимаюсь. Это все по работе? Летом там личная жизнь уже. Да, бизнесом, знаете ли, занимаемся. Тут ездим по городам, всех обманываем. Понятно. Паш, мы хотели договорить, да? Ну и вот, в общем, есть ребята, которые продвигают, сделав трек под именем известных артистов, выкинув его в сеть, продвигают его всячески, в итоге трек становится хитом, а потом, как бы, объявляется настоящее имя тех артистов, которые его исполняют. Вот, видимо, такова была задумка и этой популярной песни. Да. Вот вы слышите? Я специально для вас. Это бутбокс интересный или ассайд? Это бутбокс. Это интонация, это уже проект интонация, видимо, те самые ребята. Ну да, да, да. Не, ну вы молодцы, что упомянули. Их методы работают, ребята. Ну да, молодцы. Ну, тогда мы им просто передаем пламенный привет. Интонация называется группа. То есть они ловят правильную интонацию артистов. Поймай интонацию бутбокса, сделаем хит. Скажите, Алексей, что вы будете делать, когда будет конец света? Да, спрашивают дальше наши слушатели 21-го, 12-го. Что вы на это делаете? У нас будет концерт в Санкт-Петербурге. Мы будем готовить супер какую-нибудь программу. И я, в общем, не знаю, что будет. То есть будет отчет такой 10, 9 и па-па. Ну, мы сделаем что-нибудь, да, интересное. Точно в этот день будет или пока? Да, точно, точно. Вы уже настроились на то, чтобы... Точно, точно будет 21-го декабря в Санкт-Петербурге. Месяц его остался. Конец света. А вообще много ли вы за последние несколько лет гастролируете? Ну, довольно да, довольно да. Да, и у нас тут самый был такой объемный тур, по-моему, уже 2 года назад. Я уже запутался в годах. У нас было 3 месяца и 50 концертов. Офигеть. И как-то так вот, да. Ну, там тоже, да, я тоже где-то читала, за 100 дней 50 концертов. Это, видимо, везде, Алексей говорит. Каждый второй день. Мы были везде, да. Запомнили. Не везде нам были рады, но мы были везде. Конечно, не обошлось без вопроса, что означает название группы. Наш ведущий Махмуд Ракаев комментирует. Асайи – это приторно-сладкий тропический фрукт. На вкус сладкая вата. Он прав. Он прав. Да. Я фрукт, я фрукт. А, тот еще фрукт. У Махмудика есть гугл. Это приятно. Помог нашим слушателям, видимо, ответим. Но есть уже какой-то вопрос, который привлек внимание. Кому мы отдадим билеты? Давайте прямо сейчас решим. Что запомнилось, может быть? Давайте повторим вопрос, я забыл, и все. А вот, может, тот, который вспомнится, сразу и получит? Хоть один вопрос вспомнится. Какой-то странный был вопрос про аккорды. То есть, не могу... Он первый он был. Такой, да. Ну, вопрос... Волевой, в общем, вопрос. Про аккорды, да. По поводу воли. Будете ли вы брать аккорды, пока не возьмете нужные. Ну, давайте, давайте аккорды, хорошо. Отдадим билет Катерине Веселовой, да? Катерине Веселовой. Тем более, она веселая, придется у нее на концерт и устроит веселье. Катя, вы теперь обязаны просто это сделать. Кстати, о девушках. Вот у многих музыкантов есть такая традиция после концерта кого-то из поклонниц, из тех, кто стоит в очереди на автоконсессию, запускать в гримёрку. Ой, нет, не знаю. Не знаю, зачем, абсолютно. Мне почему-то сразу группа «На-на» представляется. Я видел их афишу. Мне кажется, мальчиков они, нет? Да нет, ну ладно, это уже шутки. Я видел их афишу вот в Самаре, и я уверен, что они запускают девочек. Да, между нами стрыкал. Часово. Он застрыкал там. Ну да, так. Ну, двоих всего. Всего двоих. Вы знаете, я считаю, что это довольно лицемерно так относиться к девочкам. Я вижу, как там, не знаю, какие-то поклонницы, опять же, относятся ко мне, там, трогательно. В прямом смысле. И что там, да. И что там, ну, то есть использовать их любовь, и, ну, какую-то доброту и открытость для того, чтобы... Ну, нельзя, нельзя это говорить. Для того, чтобы 18+. Для того, чтобы 18+, с ними сделать, то, ну, я считаю, что это лицемерно и подло. Честно. Можно же просто, если ты, как бы, у тебя все нормально, тоже, ну, если ты нормальный пацан, да, ты можешь просто пойти на улицу и познакомиться с девушкой, которая тебе нравится. На своих концертах вы не знакомитесь? Не, ну, я знакомлюсь, там, мне дарят там всякие подарочки, говорят, что вы молодцы, в общем-то. А что дарят обычно? И все, этим все заканчивается. Дарят. Последнее, что подарили, это картина была, ну, там, не очень большая. Ну, такая просто картина, перерисовка с фотографией, там, дарят какие-то цветы, бывает, что-то там. Ну, что такое нежно-трогательное, плюшевое. Что потом с этими подарками происходит? Ну, они... Все люблю, все ценю. Музей более чудесный. Они уезжают к нам на студию. Значит, Катя у нас сегодня получает билеты, и мы желаем ей здорово провести время на концерте, и вам желаем замечательной нашей казанской публике, которая оценит. И вы еще не раз приедете, Леша, к нам в Казань, естественно, в студию Бемрадио. Скажите напоследок, что из современной, а может быть и несовременной, популярной музыки вам нравится, чтобы вы пока ехали опять в эти казанские пробки. Я вам обязательно поставила. Ну, я растерялся как-то. Ну, поставьте что-нибудь сумасшедшее, там, нерусское. Хорошо. Можно без слов? Без слов. Сумасшедшее, нерусское и без слов. Сумасшедшее, нерусское и без слов. Ну, у меня сейчас, конечно, задача задали, но я буду попытаться с ней справиться. У нас впереди день рождения, напоследок, поздравляйте нас с 18-летием, пожелайте чего-нибудь нам. Слушайте, ну, здорово, я поздравляю вас с праздником. Вы теперь можете говорить всякие гадости в эфире. Мы сегодня... Да, вам позволено будет теперь ругаться в эфире и всячески оскорблять людей и тому подобное. Ну, ладно уж. Да, ну, в общем, что вам сказать, я вас поздравляю, желаю вам процветания и всех благ. Спасибо, удачи сегодня на концерте и до встречи вновь в эфире Биум Радио. Спасибо, вам пока. Был Алексей Икосов, лидер коллектива Астайба. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!